итак ребят всем привет приехали мы значит на такую чудесную речку под названием позже значит хотим подняться вверх по течению километров 20 и потом сплавом эти 20 километров пойдем значит вот у нас комплектуем лодочку уже все выгрузили смотрим вещей много так как мы едем на ночь у нас соответственно палатка кресло там и все такое в общем много-много чего поэтому нужно компактно у компоновать это все в лодке и чтобы соответственно было удобнее так что так ну что мы сейчас спускаем лодку на воду ставим моторчик заводим и вверх по течению 25 километров очень сильный перекат вон видно трава вот такие перекаты не очень конечно хорошие один раз винтом уже воткнулся и так в общем вот мы поднялись по реке где-то километров 25-30 наверно отсюда мы начнем сплавляться лодочка со шмурдюком блин тяжело конечно идет вещей очень много то есть там как я уже говорил много чего вот в общем были перекаты ну средняя скорость 20 километров в час плюс перекаты всякие пару раз винтом воткнулись сапогом ну ладно это ничего сейчас мы попробуем вот здесь вот походить по пляжу сейчас походим здесь попробуем покидать потому что там ямки нормальные круговороты может быть какой-то хищник тут и стоит вот походим покидаем разомнем булки так сказать и на лодку и начнем сплавляться где-то к вечеру остановимся на стояночку поставим палатку разожгем костер чеки будем готовить кушать это не очень хорошо такой дождь пошел договорю не очень хорошо что-то дождь такой пошел но ненадолго он даже непонятно откуда идет за облака какого-то нормально так на пвх лодки короче хлеб режу вчера кстати ножик наточил на своем самодельном станке для точения ножей теперь режет как по маслу а чё ты попал вот есть есть хариус смотри хариус ребят у нас оказывается водится хариус здесь хорошенький хариусу оп оп смотри он так долго шел короче за ней он очень долго за ней шел я увидел он идет 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 я сблицу замедляю 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 он херак я тащу короче срывается представляешь нет окунь хороший окунь хороший был такой нормальный грамм наверно 200 блин такой хорошенький окушок блин сейчас мотором воткнемся ну что дождь застал нас расплох в общем поднялись вверх пошел дождь походили покидали по берегу дождь и усиливается и усиливается значит поставили палатку уж что-то он кит очень неперспективные поставили палатку занесли пока все в палатку чтобы не могло не вот непонятно то идет то не идет итак ребят время 1 час ночи застали очень сильный дождь то есть нас пролила нормально мысль как 6 часов начался вот первый час ночи он только-только закончился недавно там были перерывы там заканчивался будут сушились были полностью сырые и даже несмотря на это несмотря на это мы умудрились рожать костер как бы то есть хорошо было газовая горелка то есть пришлось там поленья рубить пополам для того чтобы выбрать середину как бы более-менее сухую потому что они были сырые насквозь вот и умудрились еще сделать овощную рогу то есть хорошо моей жене то есть она умеет нам быстренько нам в палатке что там на на стригла на стригла как бы хопа сковородку уже поставили и в принципе посидели покушали и очень даже как бы я скажу вам в общем ну не суть значит не очень удачная рыбалка буквально час на спиннинге посидели взял одного маленького хариуска один окушок ушел вот но мы рассчитываем на то что мы проснемся через несколько часов и будет светить солнышко будет ярко ясно и мы начнем сплавляться нам сплавляться мы поднялись 25 километров а сплавились столько километров 5 20 километров у нас впереди так что я думаю что мы выберем более перспективные места как бы и на них порыбачим и так ребят всем доброе утро значит время 6 утра мы проснулись ночью шел небольшой дождик ну как небольшой то есть промокли мы так нормально это еще хорошо то что мы еще подсушились немножко вчера были перерывы в дожде мы успели подсушить куртка моя вообще было ее хоть выжимай кофту значит я сгорела то есть все высушили полностью за счет этого как бы мы более-менее комфортно спали то есть если вы было бы все сурой я вообще не представляю как бы вы спали бы то есть было бы очень тяжело давайте сейчас посмотрим пойдем как у нас там все устроено здесь вот такой вот поворотик с песочком вот и туда уходит и вот а вот коряжник небольшой есть там дальше за поворотом горяжек сейчас мы эти коряжники обидаем вот хорошо что не на песке пришлось спать на песке очень ужасно песок потому что потом везде у у нас здесь вот так вот чайник поставили уже здесь у нас кроссовки мы надо высушить сырыми холодными ногами очень тяжело одна свечка палатки работала свечка горела просто палатки было в принципе как бы тепло вот что там делаешь выруми красотки там плавится так что мы собрались все что горело мы сожгли все что не горело взяли с собой мусор ничего не оставили сейчас пойдем вот поэтому беру сейчас пойдем вот поэтому бережку туда вот за поворот сходим посмотрим по вкидаем берега ничего нету сядем на лодку его исправляться о о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о ходил за корюзок и язек мой ты какой красивенький езелка да то какой ты скользкий китай китай сюда да блин еще и упал о а пару езей только и все толком ничего нет а мы вчера приехали до дождь застал расплох что весь вечер просидели в палатке сейчас утрату потронулись дочь то был пару языков взяли небольших да и все вроде бы как вот что не поклевок ничего нету а ну что ребята такая анти рыбалка у нас получилось в общем вчера пошел дождь устанавливался буквально часа на два на три сегодня утром вроде бы не было только сели в лодку пошел час и дождь опять палил в общем мы имеем сход одного подъездика одного подъездиком взяли взяли одного хариус к небольшого и схваток у нее все в принципе да погода не оставила нам никаких шансов то есть на успешную рыбалку поэтому постоянно шел дождь в общем погода мерзлопакостная сжег свою кофту и так далее вот значит в дальнейшем также у нас рассчитываются выезды на рыбалки то есть это будут речки разные речки большие маленькие сплавы и так далее значит обязательно подписывайтесь на канал ставьте свой царский лайк всем пока